Дмитрий, Дмитрий, добрый день, я рад быть у вас в студии, рад вас видеть и предлагаю сегодня нам поговорить о мире, о мире как внутри самого человека, в его мыслях, о мире внутри семьи, в которой человек живет, находится, развивается. Также поговорить о мире, о мире в общем понимании мира, потому что в последнее время, вы наверное знаете, что я занимаюсь такими гуманитарными проектами и в основу этих проектов лежит как раз выстраивание мира между представителями разных конфессий, между представителями разных национальностей. Одни из последних таких конфликтов, которые сейчас возникли, но усмирились, это конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном на границе, потом это конфликт между Молдовой, Приднестровьем и Арменией и Азербайджаном, в результате которого четыре села по договоренности между этими странами отходят от Армении и Азербайджану. Сейчас на данных территориях происходят различные такие волнения, которые будоражат людей, будоражат их сердца и отводят их внимание от созидания, ведут их больше к таким разрушительным процессам, как внутри себя, так и между государствами, которые, конечно, бы хотелось, чтобы не возникало. Вот как вы сможете это прокомментировать? Я знаю то, что вы занимаетесь очень много такими сейчас созерцательными практиками, да, как христианин это воспринимает и как нам, людям, в обществе, да, какую выбрать для себя личную стратегию, которая впоследствии бы переросла на стратегию мира в обществе. Да, спасибо. Это вопрос действительно очень важный. И если говорить о мире применительно к тем военным действиям, к войнам, которые вы упоминаете, то есть гораздо больше сейчас этих конфликтов различных, где погибают люди в силу того, что проводимая государствами, национальными государствами политика на уровне дипломатии не приносит тех результатов, которые, наверное, рассчитывают, может быть, те, кто руководит этими странами. И можно говорить об этом видимом нарушении мира. Но, как вы сказали, действительно, я отношу себя к христианам, но не стал бы говорить только лишь о какой-то христианской вероучительной доктрине, а сказал бы, что вообще любая религиозная школа, религиозная какая-то доктрина, она в первую очередь направлена на то, чтобы человека сделать лучше, добрее, миролюбивее. Если это, конечно, не какой-то фундаментализм радикальный такой, то это в первую очередь для того, чтобы человек любил ближнего своего, как самого себя. Но этот мир внешний, он очень сильно связан с миром внутренним. Тот мир, который человек должен обрести внутри себя. И тогда проекция его внутреннего мира вовне будет превращаться в сотрудничество, а не в воин. И в целом, проблемой сегодняшнего времени нашего, в котором мы живем, которая выражена теми яркими конфликтами, вооруженными конфликтами, которые повсюду происходят, проблема внутри, она духовная. И вы упомянули семьи, мир в семьях, он тоже исходит из того, что у самого человека, у личности нет этого внутреннего мира. И по большому счету вы или президент какой-нибудь страны, чисто внешне, физиологически, это один и тот же человек. И агрессия, она, как правило, обратная сторона страха. То есть человек, который может занимать высокий пост, он при этом может быть наполнен разного рода страхами, фобией, с которых он не может сам разобраться. Ему кажется, что он защищает что-то или предотвращает какое-то нападение, которое ему мерещится. И он таким образом проявляет агрессию, первый проявляет агрессию. Но у человека, у которого сердце наполнено любовью, не возникает желания проявить эту агрессию. То есть по большому счету мы сталкиваемся с человеком, который находится в своем развитии на более низком уровне, чем даже многие те, кто не занимает никаких руководящих постов. Просто мы их видим рядом, они незаметно живут, созидают что-то. И гораздо было бы полезнее для мира, для стран, чтобы такие люди становились у руководства. Но поскольку все мы болеем этой страшной болезнью, фрагментированным сознанием своим, потому что нам это изначально навязывает, что есть какие-то враги. То есть если ты, допустим, еврей, то, соответственно, твой враг араб. А если ты араб, то твой враг еврей. Ну и так далее. Нам говорят, что в этом правда. Хотя универсальные ценности прав человека, они говорят о том, что каждый человек по рождению, он имеет право на жизнь, он имеет право на достоинство. Ну и все, что называется неотъемлемыми правами человека. Мы это знаем, но потом, когда мы проходим через культурную калибровку, через национальную калибровку, мы почему-то это забываем. И в целом то, что происходит сейчас, это от того, что наши политики — это люди, которые должны, на мой взгляд, пройти какую-то терапию, просто терапию. Они потеряли себя, являются людьми во многом напуганными. И спасти от этого может как раз вот путь такого духовного эволюционирования, осознанного. Потому что на этой земле мы думаем, что у нас есть какая-то цель развить технологии и так далее. Но это не цель человека, который рождается, воплощается здесь, живет. А цель — это как раз вот это духовное развитие. Мы должны приносить духовные плоды. И страдания, которые у каждого лично происходят в жизни, или у каких-то даже целых наций, это все для того, чтобы через эти страдания измениться. Измениться и пойти по этому пути развития. Потому что по большому счету никакого другого способа, как выйти из этой зоны комфорта, в которую мы хотим чисто по-человечески все попасть. И человек только мотивируется тем, что он ищет удовольствие и пытается избежать какой-то боли в своей жизни. А то, что есть ответ на это блаженство, на эту радость внутреннюю в тебе самом, и ты всегда этим обладаешь, человек забывает. Он думает, что надо отнять у кого-то его территорию, отнять у кого-то его деньги, богатство. И станешь счастливее. И тогда они принесут тебе что? Они принесут тебе власть, они принесут тебе безопасность. В случае чего, если кто-то заболеет, ты думаешь, что ты купишь себе здоровье. Но ты не можешь себе купить ни здоровья, ни дружбу, ни уважения. То есть это ценности, которые, по сути, нельзя силой каким-то образом для себя приобрести. Ты можешь напугать своего соперника, противника, но ты не можешь этим получить уважение. Ты не можешь получить уважение, и не можешь получить любовь, ты не можешь получить безопасность в конечном итоге, потому что ты будешь знать, что этот человек, когда ты будешь спать, может тебя ударить по голове чем-нибудь, табакеркой какой-нибудь, Ты боишься, что ты умрёшь, и всё, больше жизни никакой не будет. Поэтому, в целом, отвечая на ваш вопрос, Сергей, я сказал бы так, что наши войны, наши отношения друг с другом, они от того, что мы в этом плане духовно неполноценные люди. И нам культура наша внушает, что... Ну, включите телевизор, и вы сразу поймёте, да. Там товары не продаются, там продаётся удовольствие, продаётся какие-то решения проблем. Ну, всё это маркетинговые ходы, которые... Ну, просто, чтобы вы потратили деньги, своё время на то, чтобы заработать эти деньги, а потом купить эту пустышку. Через какое-то время, когда-то я там читал книжку Пелевина, Generation P, что один там герой говорил, вчера мне там нужно было 5 долларов на футболку, «А сегодня 30 долларов на кроссовке, и всё равно не радует». И он это назвал «инфляцией счастья». Мы бесконечно на таком, на беговой дорожке гидронистической находимся, как удовольствие, постоянных удовольствий. И не можем понять, что нужно заглянуть просто в себя, заглянуть в своё сердце и видеть всё там богатство. Вы упомянули, мне понравилось, о страхе и о потреблении. Это, в принципе, два момента, вы, может быть, сейчас прокомментируете, поспорите. Два таких пункта, на которых можно и люди выше стоящего ранга, мы не говорим правительство, я больше, наверное, делаю акцент на такую глобальную повестку, на трансграничное мышление. Какие-то элиты, да. Такой корпоративной компании, да, когда формируется новое общество. Это общество, первое, потребление, о чём вы, в принципе, сейчас и сказали, то, что человек, купивший одни кроссовки, либо купивший одну квартиру, он захочет ещё дальше, купить что-то ещё новое. То есть, человека специально загоняют в такие рамки, чтобы человек из этой клетки никогда не вышел. И второй момент – это страх, о чём вы сейчас сказали. Страхом всегда тоже можно управлять, загоняя человека в определённую такую стрессовую ситуацию. Человекам легче впоследствии первый пункт, потребительскую повестку, как раз и реализовывать. Ну, я думаю, понятно, да. Но я бы хотел всё-таки поговорить о том, кто должен внутри человека формировать вот это такое мирное, спокойное состояние. Если раньше это была семья, потом человек идёт другой этап его по лестнице, это школа, университет, церковь. Сейчас, к сожалению, формирование внутреннего состояния «я» – это является интернет, это является то средство связи, это либо телефон, либо ноутбук, через которое устройство человек и образовывается, ну, в понимании человека, что он образовывается, ну, и также и получает потребительскую вот эту свою корзину, очень дешманскую, да, почему? Потому что интернет, мы сами прекрасно понимаем, что в интернете сейчас очень много, как и хорошего контента, образовательного, качественного, который можно впоследствии трансформировать, как и в формирование своего мира порядка, внутреннего, да, но и также на загрязнение внутреннего своего состояния. Вопрос, кто должен сейчас человека воспитывать? Вот ваше личное мнение, так как вы долгое время занимались и занимаетесь и церковью, и занимались и различными общественными организациями, да, кто должен формировать внутри человека? Кому к человеку сейчас пойти, чтобы получить вот это успокоение, блаженство? Ну, когда задаете вопрос, вы говорите о том, что, с одной стороны, кто должен внутри человека, а потом говорите, что и интернет, и телефон, и смартфон, и вообще культура определенная, в которой человек сейчас живет, оказывает на него влияние. Понимаете? То есть, если кто-то внутри человека, тогда нужно спросить себя, кто я? То есть, человек должен сам у себя задать этот вопрос? Он должен определиться, кто он. Да. Потому что это очень главное. И важный вопрос. Мой хороший друг, он заболел болезнью, смертельной болезнью, онкологией. И что интересно, что вначале он делится своими впечатлениями, сейчас проходит реабилитацию, лечится, делится своими впечатлениями. Что он говорит? Что вначале, когда я узнал о своем смертельном приговоре, то первое, что мне захотелось, это захотелось как-то отвлечься, забыть это. То есть, не принимал он этого. И было очень много людей, которые в окружении оказывали всяческое, 10 раз воды принесут, такая любовь, окружили сразу же его близкие, просто зная, что могут его потерять. И он стал это ощущать, он это рассказывает. Но говорит, не вот эта любовь вокруг, изменение среды вокруг на благоприятную, не попытка забыть за работой или за какой-то деятельностью о том, что у тебя есть вот этот приговор над тобой висит, да, смертельный. В конечном итоге не дали такой свободы, которую он говорит, да, он говорит о том, что как я все время оставался один на один с этим диагнозом, все равно я когда перестал от него отмахиваться, когда я его принял, я ощутил такое как бы сильное присутствие Бога в своей жизни, просто физическое присутствие. Я этот пример привожу для того, чтобы каждый понял о том, что во многом его поведение человека, современного, это попытка убежать от самого себя, от встречи с этим внутренним «я», который должен начать этот процесс изменения, этот внутренний «я». Но мы под этим «я» понимаем обычно такое внешнее представление, кто я. Я специалист такого-то уровня, я папа, я там мужчина, мои статусы, мои дипломы, я могу к «я» прикладывать всякого рода вот эти все приставочки и думать, что это «я». Но на самом деле важно опереться на то, настоящее истинное «я», которым ты являешься. Его нужно обнаружить. И нужно в первую очередь начать с этого, спросить себя, кто я. Кто тот, кто думает, кто тот, кто спрашивает, задает этот вопрос. И не торопиться бежать за первой мыслью, за вторую мыслью. Потому что мысли, оказывается, это не «я». Оказывается, я могу видеть свои мысли, я могу осознавать их. Тогда кто осознает? И вот это обнаружение того присутствующего в этом процессе жизни, в процессе бытия, дает тебе свободу. Дает тебе свободу от того, что ты бесконечно куда-то торопишься, гонишься и пытаешься забыться. То есть таким образом не встречаясь со своим приговором, таким, что «я умру или я не умру на самом деле». Потому что, может быть, я обнаружу, что я душа, и тогда я не буду бояться этого физического прекращения существования. И это можно открыть в себе. И тогда получается история очень интересная, что когда человек обретает свое истинное «я», а культура его пытается всячески отворотить от этого, то он познает, что такое истина, что она освобождает. Как мой друг, о котором я упоминал, сказал, что я ощущаю сейчас такое счастье по причине того, что никто не может ухудшить мое состояние, мое положение. Никто этого сделать не может. Оно настолько плохое, что этого никто не может. И это дает мне свободу. И когда ты понимаешь, что тот, кем ты являешься, его невозможно запугать, уничтожить и так далее, тогда ты начинаешь себя вести по-другому в взаимоотношениях с этим миром, в взаимоотношениях с тем, кто проявлен, аватаром ты физическим являешься, языком современного, если говорить, того «я» внутреннего. И что самое главное, что мы все время ловимся на всякого рода призывы политиков и всяких там лидеров, религиозных в том числе, что-то поменять. Мы сейчас все сбросимся, мы сейчас организуемся, но поскольку я один не могу это изменить, а договориться мы не можем, поэтому ничего не меняется, я просто буду об этом рассказывать. Поэтому есть тот выход. Измениться нужно внутри. И тогда внешне начинает все преображаться просто. Если ты изменился внутри, просто даже не обращая внимания на действия кого-то, своего брата или соседа, то ты незаметно видишь, как это, твое присутствие, начинает заражать людей, давать им спокойствие в твоем присутствии и так далее. И это начинает меняться не на уровне ментального. Вот нашего, допустим, разговора, в комментариях прочитают, что вы все бла-бла-бла, там кто-то, да, любители такие. Ну хорошо, чего вам не хватает комментаторам? Почему вы замечаете, что кто-то говорит, а вы хотите каких-то действий? Но вы-то замечаете в других что-то, да, их несовершенство. А в себе таким образом вы не видите ваше несовершенство, что вы выражаете недовольство действиями других людей, сами при этом недовольные сидите. Потому что если бы у вас была полнота и любовь, то какова вам разница, что кто-то бла-бла-бла? Это вас просто не раздражало бы, не задевало. Но раз вы это замечаете, то в первую очередь нужно как к зеркалу, да, обратиться к этому разговаривающему в телефоне или где там в экране человеку, который якобы там бла-бла-бла производит. Но он как раз помогает тебе проявить то, что ты сегодня не гармоничен, не умиротворен, не знаешь истину, ты фрагментирован, и поэтому тебе это не нравится. И ты самое интересное, не знаешь, как это изменить. Ты просто теряешь силы на всякого рода перегревы. Вы привели такую личную историю, переживание человека. Когда поняв, когда человек понимает, что есть у него соприкосновение, соприкосновение со смертью, он меняется, трансформируется. Меняется, трансформируется его окружение. Я не зря начал наш разговор про конфликт между различными странами. О чем думают первые лица государства, когда, подводя свою страну к конфликту с другим государством, примеры, я в самом начале как бы рассказал, они не понимают, они не думают о народе, то, что так же будет смерть, меньшее, либо большее, то, что будет кровь, меньшее или большее, но она все равно будет. Я почему задаю этот вопрос, потому что я знаю, вы занимались консультированием одних и не из последних людей в России, в выборной сфере, и вы имеете опыт, понимание, как люди такого ранга мыслят, и что они так же думают о смерти, о больших количествах смертях, о страхе, либо у людей этого нет, когда они достигают определенных властных таких полномочий уже. Вот ваше мнение. Ну, Сергей, что такое там стремление к власти, что такое стремление к богатству, что такое стремление к славе у артистов, например, это компенсация внутреннего недостатка. И чем ты видишь статуснее человека, тем больше он чувствует этот недостаток, ему нужно больше. Понимаешь, ему больше статуса, больше денег нужно. И поэтому, когда мы смотрим на людей, которые нам кажутся элитой, она во многом, во многом, да, больше страдает внутренне. И им больше надо для того, чтобы эту внутреннюю боль приобрести, захватить и так далее. Поэтому, к сожалению, сегодня политическая система, она не на таких просветленных людях строится, да, элита у нас не такая, а на, по сути, ну, люди, которые должны пройти, мне кажется, я уже говорил, но серьезную терапию. Серьезную терапию. Потому что это отчасти психи и параноики. Потому что то, что мы видим, то, во что нас вовлекают, это нормальной политикой, любым нормальным управлением не назовешь. Я не видел какой-то в этом государственности, какой-то просто эволюционной мудрости, очень короткосрочные стратегии. Вот я хочу, например, я чувствую, что мне надо совершить какую-то реформу, а у меня всего одна жизнь. Поэтому, кто не слушается, я силой заставлю. И мы видели, уже проходили такие терроры, которые были, в том числе и в Советском Союзе, прибегали к этим, да, туристическим, или, сказать, таким действиям, когда одну часть населения, которая была не согласна, тех же самых людей, двоих соотечественников, другая часть, которая приходила к власти, имела... Это не моральное право на насилие, а вот такое юридическое право на насилие, как то, ты государственный, например, там, чиновник, или какой-то государственный судья, или государственный прокурор. Вот, и поэтому ты осуществляешь это насилие, но другой частью не согласна. Идейно не согласна. И вот поэтому вот эти короткие сроки, что человек помнит о смерти, и какой бы он там правитель не был, у него все равно там отпущенное какое-то количество времени, и он начинает применять насилие, вместо того, чтобы действовать как, ну, разумно, эволюционно, что, что эволюция движется в этом направлении, я только часть времени нахожусь здесь, вот при этой должности, и я сопровождаю мое общество, мою страну, людей, которых я люблю, вот в этом направлении развития, а не попытка их там загнать под плинтус, или там просто, ну, чтобы нация деградировала путем потребления там алкоголя, наркотиков, или еще чего-нибудь, ну, а часть, может быть, погибала в каких конфликтах, которых можно организовывать. Вот в этом смысле попытка просто, ну, держать свое положение, финансовое, или там властное положение, и безответственность такая, да, она приводит к тому, что мы с вами видим, о чем вы говорите, большие войны, большие потрясения, революции, и так далее, да, потому что это недостатки личности человека, ни его незрелость, и попытка компенсировать этот недостаток за счет вот внешних каких-то там вещей. Вы не дали мне ответ на предыдущие вопросы, я чуть-чуть с другой стороны хорошо зайду, хорошо, что вы сказали об, если я правильно понял, о воспитании духовности, да, духовности, вне зависимости от той религии, от мусульманской, христианской, иудейской, там, ну и так далее, да, воспитание духовности, вот допустим, хорошо идет воспитание политиков, уйма разных школ, мы с вами при встрече обсудили центр социальной консервативной политики, был такой проект интересный, школа российской политики, да, ну и много разных проектов, воспитание политиков идет, но идет воспитание политиков не на духовной сфере, а кто должен взять вот эту, как трость, кто должен поднять флаг, чтобы, опять же, подчеркну, вне зависимости от религии, от стран, какой институт должен в государстве это начать делать, что должно поменяться, чтобы духовность начала воспитываться. Ну смотрите, вот относительно школ, которые вы назвали, ну, примеру, да, мы говорили там о кадровом резерве, например, школа социально-консервативной политики занималась кадровым резервом для подготовки адептов партию «Единая Россия». Но для чего они готовили? Они там что, интеллектуально как-то готовили людей? Нет, они просто отсматривали людей там на протяжении какого-то времени, что, ну, надежный, ну, надежный, можно его пригласить. Но не воспитывали его в духе каком-то там даже идейном, да, не воспитывали. Воспитывали просто принадлежность, преданность, приверженность, а не самостоятельное какое-то вот поведение, ответственность и так далее. Теперь, что касается духовного воспитания, насчет институтов духовных, которые должны воспитывать. Я сторонник как раз обратной модели. Любая организованная религия, мы видим, она через какое-то время начинает ложиться под власть, что называется. Становится такой идеологизированной. Вы именно говорите в России или вообще в... Это можно наблюдать не только в России, это можно наблюдать как бы в истории, даже глубже и в разных других странах. Ну, там Германия, протестанты, лютеранства. Да. Как было произложено. Чей князь, того и вера. Понимаете? То есть, соответственно, если я получаю какую-то власть, то, соответственно, я могу установить свою религию и в рамках этой концепции религиозной будут воспитываться люди мои подданные. Я считаю, что в данном случае, будучи приверженцем христианства, я считаю, что свобода и желание человека духовно развиваться, искать, это его личная ответственность и его личная свобода, личное право. Он не должен пользоваться какой-то организованной религией, кем-то либо организованной для того, чтобы идти по этому пути. Потому что, если он будет ориентироваться на каких-то авторитетов в этой сфере и не будет пропускать через личный опыт, он никогда свободно не постигнет, не пойдет по этому духовному пути. он будет пользоваться чужими шаблонами. Например, тебя научат, чтобы духовно возрастать, вот такой-то ритуальной деятельности, вот такой-то литургии тебя научат. И ты будешь думать, что если ты формально будешь повторять все эти действия, петь со всеми, молиться, креститься на коленях или как-то это делать, то, соответственно, ты таким образом, механистическим действием обретаешь духовность. Нет, ты этого не обретаешь. Это ложный путь, но он годится для организованной, то есть для масс, которые не хотят в этом разбираться. Они бы хотели просто, ну дайте нам метод, и мы будем ему следовать. Мы не хотим сами общаться с Богом, говорили евреи, Моисей, давай через себя будем общаться. Зачем мы не такие святые, то этот свет истинный просто нас испеполит. Дай нам какой-нибудь закон, ну вот тебе закон. Каждый раз они попытались вернуться обратно в рабство. и у человека в голове это вот это дайте мне пожалуйста царя, дайте мне кого-то, который будет за меня думать, принимать решение. Куда мы идем, как мы живем. А на самом деле очень важно, чтобы вот этот внутренний закон, внутренний, он был в тебе. То есть как в Библии написано, что пусть будет этот закон написан на скрижалях твоего сердца, не на камнях каких-то, по которым каждый раз я буду говорить, вот читал, посмотри, читал, а вот здесь он будет записан, ты его всегда с собой носишь. И он будет очень разумным, то есть ты понимаешь, что тебе это дает. Я говорю, что это богатство. Если мы пользуемся там, это уже научные данные, если мы пользуемся левополушарием в основном своей жизни, к правому не подступаем, то есть к этому творчеству, к этому осознанности мир. Но оно не умеет разговаривать, у него нет языка. Разговаривает левая полушария. Воспринимает все через слова, которые что-то... Это стол, понимаешь, это стол. И все, когда ты видишь, слышишь слово стол, у тебя сразу ассоциируется это с тем, на что можно что-то поставить. И так ты все идешь, ты по улице идешь, мы не замечаем, но мы все время все оцениваем. У нас все время работает левая полушария. Но нам нужно разбудить правое. Как это сделать? И вот эти вещи, которые в христианстве говорят, что нужно прости врага своего, благодарение, это не для того, чтобы ты должен быть каким-то моральным. Потому что это все нам преподносится с точки зрения какой-то этики и морали. Но это не просто этика и мораль. Это способ обрести плаво-правое полушарие свое и включить его в свою жизнь. И почувствовать этот мир безрассудочно. То есть не оценивая этот лучше меня, этот хуже меня и так далее. Ты все время сравниваешь, разделяя себе где-то границу, расчерчивая в голове границу. Это теплое, а вот уже это не теплое, это уже горячее. И каждый сам эту границу определяет. И когда мы потом садимся с тобой и начинаем говорить о каких-то понятиях относительно того, что теплое или что горячее, мы никогда с тобой не договоримся. У нас разные ощущения, разные представления. Про договориться, про духовное состояние я чуть-чуть свою практику расскажу. В 2013 году я впервые посетил Святую Землю, Иерусалим, Святой Град, реализовывая проект, международный гуманитарный проект, обмена волонтерских групп. И один из дней это посещение нашей делегации было посещение города Иерусалим. И вот уже прошло более десяти лет, мы реализовываем и посещаем Святую Землю регулярно, ежегодно. У меня впервые тогда я получил необычайное ощущение, зайдя через Дамасские ворота сам город, когда на одной улице я увидел еврея, увидел араба, когда я увидел лютеранского батюшку, францисканцев, допустим, эфиопская церковь, для меня было до такой степени я получил такое тепло и внутреннее состояние блаженства, когда я увидел то, что разные конфессии, разные национальности идут на одной улице и идут молиться. Да, они идут молиться в свои разные святыни, но они идут молиться в одном городе, и между ними нет ни конфликтов, нет ни распятий, а есть только главное желание прийти к одному, прийти к Богу. Поэтому к Богу внутри себя. Я хочу сказать, что, Сергей, вот этот опыт, который тебя впечатлил, кажется, что это что-то из ряда вон, а на самом деле это очень естественно. Но как раз когда ты воспринимаешь это как из ряда вон выходящее, потому что твоя культура, ты вот живешь, и знаешь, что это какие-то противобоствующие религиозные школы. В одном христианстве может быть то, что готовы убивать другого своего брата просто потому, что он не так крестится. Мы там помним староверов на Руси сжигали, потому что двумя пальцами не так они не щепотят, не тремя крестятся. Это то, что мы считаем естественно, нормальным. А на самом деле нормальным это то, что ты говоришь. Поэтому я когда говорил о том, что мы что-то ментально можем ощущать по-разному и поэтому не можем договориться, но духовно, когда мы соприкасаемся с истиной, мы понимаем, она одна, она едина, она для всех едина. Потому что Бог как таково, когда ты его переживаешь, он ничем не отличается. Мы только можем разные имена и функции тех посланников, которые приходили. Мы можем только о них говорить. Один так, а другой так учил и так далее. в своей культуре. Но мы придерживаемся христианской советы, у нас Христос, Он Спаситель, мы через Него приходим, через Него Он есть путь истинной жизни. И мы должны это понимать, что Он истинна, а истина, когда ты ее постигаешь, она тебя освобождает. И Он путь, Он действие, это движение, это не статичное что-то, что-то ты схватил и все. Ты идешь этим путем, и ты наслаждаешься своей жизнью с Богом, с обновленным умом, когда у тебя включены левое и правое полушария, они дружат между собой, ты это видишь в мир другой. Тебе нету никакого желания отбирать у кого-то его дом, имение, жену хотеть. Тебе не нужно читать даже эти 10 заповедей, ты никого не будешь убивать. Это просто естественно для тебя будет, потому что ты в гармонии находишься, ты в счастье, в радости. Тебе не нужно стремиться завоевывать мир, завоевывать территории, завоевывать какие-то там финансы, которые ты никогда не проешь, и твои родители, и твои дети, и внуки не проедят. Просто тебе это не нужно где-то скапливать, защищать это, охранять и так далее, оберегать. Ты свободен, ты познал истину, она освободила тебя. И поэтому я говорил о том, что путь человека в взаимоотношении с Богом, это Бог его хочет освободить, вывести из рабства, а он обратно стремится. И это, что я хочу в завершении сказать зрителям, что как раз когда человек пользуется своими концепциями, которыми он привык пользоваться, культурными кодами, памятью своей, умом своим, то он не может открыть этот новый путь, этот другой взгляд на мир. Поэтому все, что нужно, нужно просто успокоить свой ум, который постоянно подкидывает с прошлого тебе, а вот эта проблема, ну помнишь, мы ее вот так решали. Ну вот где-то когда ты попадаешь в кризис, когда у тебя нету решений, тогда ты духовно продвигаешься. Но тебе и не надо пользоваться старыми концепциями, тебе нужно их отбросить и постараться воспринимать буквально ситуацию, в которой ты находишься. Если даже она проблемная, ты увидишь в ней много возможностей. И недаром в Писании говорится о том, что не надо оборачиваться назад. Я могу несколько таких строк сказать, что возложивший руку на пулк не поворачиваться назад. Человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих. Когда Лота вывел из Содомы, он сказал, не оборачивайся на этот город. Жена обернулась и стала столпом, просто закаменела. Поэтому назад оборачиваться не нужно. В рабство обратно пытались евреи вернуться построив пока Моисей на горе был с Богом золотого тельца себе. Мы же так поклонялись. Давай обратно будем поклоняться. Или когда они уже дошли практически до святой земли и послали туда соглядат и в те вернулись и говорят, что мы туда не войдем. Слишком мощные воины нас встретят и убьют всех. Давайте лидера своего изберем и он нас обратно вернет в рабство. Так это символически рабство ума. Такого ума логического левополушарного существования человека, который фрагментированно, обусловлено, боится и не хочет выйти из своего комфортного уголка, чтобы посмотреть на этот мир, что он ему не враждебен, что оказывается он для него и создан. Это человек может постигнуть просто не оборачиваясь назад. Недаром преображение, трансформация в христианстве было. И с Павлом это преображение произошло, когда он был ослеплен, просветлен этим светом необычным. И все это его изменило. И там говорится о том, что в старые меха новое вино не вливают. Это все говорит о том, что пора стать другими людьми. И как только мир проснется, духовно пробудится, такие учителя, они есть, их много. Они могут не занимать должности каких-то там высокопоставленных священников или учителей, но они есть. Такие люди просветленные есть рядом с каждым. У нас как только ты сам захочешь пойти этому пути, у тебя будет очень много таких людей, которые тебе готовы поделиться. Хотя более ранее пройдя какой-то отрезок духовного пути, они тебе скажут. И ты рядом с ними ощутишь этот мир более широкий, более большой, прекрасный, который твои очи, обусловленные страхом, левополушарным, языком, осуждением, ропотом, они не видят. Поэтому дорогие мои зрители, братья и сёстры, Сергей, я всех призываю идти по пути самостоятельного духовного развития и не ждать, пока нас потащат туда силой через какие-то трудности в жизни, кризисы. Спасибо, Дмитрий. Тогда советуем всем нашим телезрителям делиться своим мнением, в комментариях и обсудим также уже в комментариях все какие-то возникают вопросы, пожелания. Миру Божию. Спасибо. Спасибо.